Здесь у меня в студии Михаил Саакашвили, который сейчас является главой исполнительного комитета национального совета реформ при президенте Украины, а с 2003 по 2013 годы был президентом Грузии. Михаил Саакашвили единственный в мире политик, которому пришлось пережить открытую войну России против его страны в 2008 году, на себе испытать, каково это подвергнуться агрессии регулярной российской армии. Михаил, я вас приветствую. Спасибо, что согласились принять участие в нашей программе. И скажите, пожалуйста, вы наверняка наблюдаете за тем, как концентрируются российские войска вблизи украинских границ и в оккупированном Крыму, как, я бы сказал, раскручивается спираль напряженности. У вас какое ощущение? Есть предчувствие того, что всё-таки будет война? Или вы надеетесь на то, что, во-первых, Соединённые Штаты, их союзники европейские, не дадут Путину сделать то, что он сделал в 2008 по отношению к Грузии? И, возможно, он просто блефует? Ну, у меня есть ощущение дежавю, к сожалению. И это дежавю не 2014 года, потому что в 2014 году я уже был в Украине и хорошо видел, как это здесь развертывалось и происходило. Это гораздо больше похоже на сценарий 2008 года по отношению к Грузии, когда несколько лет шла вот такая вот типа война, как сейчас идёт на Востоке. Небридная война. Ну, как, но сегодня опять убили нашего солдата, то есть реально почти каждый день уже убивают украинского солдата, Украину кровоточить, так же, как Грузия была против Грузии. Несколько раз эта история продолжалась, а потом, где-то с начала 2008 года началась очень быстрая эскалация. Весной она подошла к пику, а агрессия случилась в августе. Это я говорю к тому, что, то есть, есть несколько элементов, которые очень похожи. Это, во-первых, военная пропаганда. Ну, очевидно, что, то есть, там есть военные корреспонденты в большом количестве на Донбассе и в Крыму. Они рассказывают разные сценарии, точно так же, как рассказывали разные сценарии по Грузии, что вот-вот прокурзийское правительство нападёт на территории, и Россия для того, чтобы защищаться. Когда Запад возмущался, они советовали Западу остудить горячие головы в Тбилиси, так же, как сейчас призывают, остудить горячие головы в Киеве. Они сейчас оставляют списки эвакуаций в Донецке и Луганске, население, так же, как составляли списки эвакуаций на наших теперь оккупированных территориях, а тогда сепаратистских, которые уже были де-факто под контролем России. Они сконцентрировали войска под видом мучений. То, что сейчас сконцентрировано у границ Украины, пока это ещё недостаточно сил для того, чтобы крупномасштабную агрессию осуществить, потому что это где-то 8 тысяч. Но из них, силы, которые могут быть использованы именно для такого прямого отторжения, это меньше половины из этих 80 тысяч. Всё время на границах Грузии было 100 тысяч с лишним. Практически все боеспособные части сухопонных войск России были сконцентрированы. Сейчас пока границ с Украиной нет, но это может измениться, потому что, что мне напоминает Грузии от 2008 года, это вот ощущение того, что они приучали мир, приучали нас и приучали сами себя, что к чему-то они готовятся. То, что они сейчас к чему-то готовятся, у меня не вызывает никакого сомнения, потому что, ну поймите, какая психология у Путина. Значит, в Америке новая администрация, она занята своими проблемами. Европа полностью парализована из-за ковида, американцы парализованы, занимаются ковидом. Но при этом активно оскорбляют Путина, называют его убийцей и так далее, вводят санкции, высылают дипломатов. То есть Путин должен дать ответку. Ответка в виде того, что они тоже вышлют дипломатов или там не пустят ножки куриные американцев, это не ответ. То есть для Путина ответ это военный ответ. Кто наиболее большой, то есть подходящий кандидат для военного ответа в данной ситуации, это Украина. Во-вторых, президент Зеленский. Президент Зеленский наехал, серьезно наехал на Медведчука, который получил от Путина где-то полтора миллиарда долларов только на скупку украинского медиа. Он купил три украинских канала, был очень близок к покупке большого медиахолдинга еще одного. Но в какой-то момент это все расстроилось, потому что Зеленский закрыл три канала. Вы серьезно верите в то, что обидевшись на Зеленского за то, что он наехал Медведчука, вот в отместку за Медведчука Путин войной пойдет на Украину? Нет, не только, но из-за того тоже. Потому что его психология такова, что любое украинское руководство должно быть очень слабым. Самый быстрый путь ослабить любое руководство это через военные действия. Потому что, на самом деле, если внимательно посмотреть на хронологию 2014 года и 2015, после Дебальцева, рейтинг Порошенко так и никогда не отправился. То есть Иванович был первым очень сильным ударом по рейтингу, а Дебальцева это как бы вообще застопорило и заклинило этот рейтинг. И президент Зеленский, который пришел с лозунгом мира, по понятным причинам, с электоратом мира, это же президент Зеленский сейчас, который говорит о том, что Украину должны принять НАТО. Это для Путина понятно, что красная тряпка. Зеленский, который абсолютно правильно сейчас ездит по всему миру, призывает мир, говорит с ними, громко говорит. И это все правильно, но с другой стороны, он дополнительные аргументы дает Путина, почему Путин должен свой стратегический план по развалу Украины дальше осуществлять через военные провокации. Но я при этом, я не знаю, или это будет прямое военное вторжение, когда мы говорим о прямом военном вторжении, это раз используем авиации, там Грузия уторвалась тогда 2000 чем-то танков, маленькую Грузию, что вы представляли. Но то, что это могут быть какие-то локальные вещи, которые будут выглядеть как внутренняя пальба сепаратистских регионов, ну естественно, оттуда будут как-то торчать российские уши, это вполне может быть, это вполне может быть этим летом. И у меня нет хороших новостей на это по этому поводу. Конечно, это может быть и имитацией, это может быть и блефом, но зная хорошо Путина, мне кажется, что я его хорошо знаю, я предсказал точно его вторжение в Крым. Вы ведь с ним встречались несколько раз, да? Ну вот вы знаете, у нас небольшой вот спор вышел с Алексеем Резниковым. Вот мне кажется все-таки, что Владимир Владимирович человек очень специфический в том смысле, что он далеко не всегда поступает из прагматических соображений. Вот у него есть желание максимально консолидировать власть, периодически приподнимать свой проседающий рейтинг и демонстрировать своим избирателям, тем, кто по-прежнему его поддерживает, а таких в России немного, что вот он крутой, что он мачо, что он может кого угодно, что называется, и послать вербально и не только вербально, а с другой стороны он человек мстительный. Вот я, может быть, так провокационно так спросил вас, неужели вы думаете, но я лично думаю, что вот обида за друга и кума Медведчука может быть очень сильным мотивом действия президента. По его понятиям, да, у него есть общие стратегические соображения тоже, а это стратегические соображения, что развал Украины однозначно. Вот если говорить о Грузии, вот что он практически получил от того, что разругался с вами, с Грузией, с грузинским народом, и что отношения... Ну, мы по большому счету никогда особо не ругались, но ему это все равно, как ругался не он, когда перед войной... С точки зрения интересов российских избирателей, что они получили, что они выиграют? На последней нашей встрече, когда он хотел быть очень учтивым, вежливым, сказал, ребята, это не про вас. Это тут большие ребята идут, это большая игра. Вы почувствуете маленькую боль, но это не так страшно будет, потому что мои главные расчеты у меня с Западом. Я сказал, ну, а как можно между нами как-то сделать, чтобы вы не переносили ваши проблемы с Западом на нас? Он говорит, ничего вы не сможете сделать. Вы только просто, ну, так выше расслабляетесь и получаете удовольствие. Поэтому, ну, поэтому это, конечно, крайне циничный тип, и у него есть эти соображения, и они связаны и с геополитикой. Потом это человек, который кормится трупами. Недавно у меня как раз на одном эфире был передо мной выступал Бойко, лидер УПЗЖ. И его спросили, убиться ли Путин, он сказал, что у меня такой информации нет. Ну, такая информация есть у почти 15 тысяч украинских матерей, вообще отцов, жен, которые там потеряли своих людей. И такая информация есть сегодня еще у одного семьи, еще у одного украинского воина, который получил, как официально хроник говорит, ранение, которое не соответствует жизни. И это, и такая информация возникнет и завтра, и после завтра. Человек кормится трупами, человек кормится кровью, это совершенно очевидно. И ему постоянно надо это, вот эти свои инстинкты подкармливать. Поэтому я бы не был так спокойным, причем соблазн большой, потому что, ну, посмотрите на силы. То есть, с одной стороны, мы имеем абсолютно героических украинских солдат, и в 2014-2015 году они это показали. Но, с другой стороны, украинский военный заказ, там, снабжение армии, это ежегодно где-то миллиард долларов. Маленькая Грузия, 10 раз меньше, приблизительно столько же тратила год на армию. А военный, а российский бюджет, это 20 миллиардов долларов, уже много-много лет. Потом, посмотрите, что происходит с вооружением. То есть, в Украине они взорвали два больших склада, это Харьков и Винница. Ущерб, нанесенный украинской армии, исчисляется где-то в 4 миллиарда американских долларов. А как пополнить это вооружение, можно купить оружие советское старое, которым оснащена украинская армия, или у чехов, или у сербов, или у болгар. Так вот, оказалось, что в Чехии они тоже взорвали склад несколько лет тому назад, и как раз пытались уже с Болгарией что-то сделать. Сербия нам оружие не продаст, скорее всего. Больше негде? Больше советской оружии брать негде. А сколько его поставляли в разные арабские страны? Да, ну мы получили, он не только в арабские страны, будучи президентом Грузии, я его много покупал в Украине, поэтому я в курсе. В Индию поставляли в большом количестве? Да, сейчас у Украины, единственный способ сейчас вырулить эту ситуацию, это срочно наладить военное производство. У нас был один патронный завод, и тот остался в Луганске, мы до сих пор не могли даже патронный завод выстроить здесь. Нужно срочно сделать, даже Болгария выпускает, потому что в Болгарии осталось аэросоветское производство. Вот Украине на неоккупированных территориях почти этого не осталось. Поэтому еще то, что можно очень быстро наладить, надо наладить. То, что можно купить, надо купить. Украине нужны в большом количестве сейчас глушилки, потому что и радиоэлектронная контрразведка, потому что война будет дроновая. А чтобы вы понимали, это не мои слова, Сиена недавно показывал, но я тоже там много раз был в наших укреплениях, но это не является военным секретом, а не уровня Первой мировой войны. Сиена сказала, что как бы то из фильмов, то есть они очень уязвимы для дронов и для тех современных средств, которые есть у России. Поэтому соблазн у России большой. Это означает, что мы должны быть на чеку, это означает, что правильное действие, например, министра Авакова, который привез части нацгвардии, сейчас это Херсон и в Одесскую область, туда на юг стягивать, но только сил нацгвардии не хватает. Я не согласен с начальником генштаба Хамчаком, который призвал местной власти не организовывать местную территориальную оборону, типа это нагнетает ситуацию. Надо организовываться, как раз хочешь мира, готовься к войне. Как раз это не то, что не нагнетает ситуацию, это наоборот успокаивает ситуацию, потому что чем больше препятствий на пути безнаказанного торжения, тем больше аргументов, почему цена, которую он будет платить, будет высока. Потому что когда я слышу от наших американских друзей, Путин будет платить цену, у него будет последствия. Так вот, это меня совершенно не обнадеживает, потому что это они говорят о том, что после того, как Путин торгнется, отколит еще часть Украины, убьет несколько десятков тысяч, не дай бог, украинцев, после этого они введут новые санкции, кого-то там не пустят в Америку или на заморозе счета. А Путину-то от этого что? То есть он, наоборот, когда ты такой, лучше ничего не говорить, чем такое говорить. Потому что этим практически они ему говорят, ты давай смело, то есть сначала украинский народ заплатит огромную цену в виде жизни своих людей, в виде территории, а потом Путин будет платить какую-то цену в виде санкций, в виде экономических вещей. Но это совершенно не убеждает, это раз. Второе, меня беспокоило то, что после разговора моего старого знакомого друга Джо Байдена с Путиным, американские корабли практически не зашли в Черное море, хотя было анонсировано, что они заходят. А это очень важный аргумент. Вот там были разные слухи о том, что вроде бы они не собирались заходить, что о намерении заходить сообщали какие-то турецкие средства массовой информации. Я вам скажу, как остановили в 2008 году российские войска на подступах в Пилиси. Это как раз язык остался, вопрос, почему не было штурма? Да, потому что, конечно, они шли на Пилиси, конечно, мы... Сколько километров там оставалось? 13 километров они остановились. Передние передовые части, в целом армия остановилась в 30 километрах. Они остановились потому, что, во-первых, было несколько дней героическое сопротивление грузинской армии, ну, это понятно. А другое, что, наконец, Запад проснулся, и президент Буш тогда, поговорив со мной. А до этого риторика их разговора на пресс-госсекретаре США, когда они спросили, какая цель их уничтожения в Грузию, они говорят, полное уничтожение Грузии. Точно так же, как Козак говорит, что это будет началом конца Украины. Вот риторика, что они хотят уничтожить страны, это у них присутствует. И президент Буш поднял самолеты с турецкой базы Инджелико и групп базы Костанца-Румынию. Дополнительный самолет послал в Румынию. И он послал корабли 6-го флота США, Средиземноморского, через Босфор, через Босфор. Турецкие власти сказали им, что у них не хватает времени обработать их заявку, что на это понадобится минимум, они говорили, неделя, что-то. На что командующий 6-го флота, а я с ним лично был на связи, и потом он мне рассказал, сказал, что даже если вы не обработаете наши документы, у меня приказ президента, мы пройдем и мы вовлечемся на боевое дежурство. На Совете национальной безопасности вице-президент Ченни предложил, а это было сразу пресс-сообщено, ударить крылатыми ракетами по передовым российским колоннам. Практически объявление Буша содержалось угрозой объявить no-fly zone, без полета зону над Грузией. Это означало, что они должны были готовы быть даже, может быть, ну это не было уточнено, но для России этого намека было достаточно сбивать те самолеты, которые бы дальше бомбили грузинскую территорию. То есть эти меры остановили их на подступах к нашей столице. Только эти меры, Путин понимает. Они разговоры про то, что он будет платить санкции. Потому что по отношению к Грузии санкции были сняты после уторжения через 2-3 месяца буквально. Михаил, вот вам не кажется тоже, что есть определенные непоследовательства, вот какое-то шарахание и в политике американской новой администрации, и в политике европейцев? Мой старый друг Ариэль Коэн правильно сказал, что у Байдена есть правильные инстинкты. У него есть, это его жизненный путь. Хоть он был в администрации Обамы, а Обама тогда был против. Я сам ездил в Вашингтон на слушание в Конгрессе и встречался в гостепии в Министерстве обороны. Все были за то, чтобы отдать Украине джавелины противотанковое оружие, которое очень эффективно. Обама лично был против. Единственный человек, но это был президент, и он это заблокировал. Таких инстинктов точно у Байдена нет. Он за такую помощь. Когда у нас бомбили, он прилетел, будучи сенатором, в Грузию. А он прилетел тогда? Он сразу прилетел. Мы сидели на крыше одного из центральных отелей в ресторане, когда над нами очень низко пролетали российские бомбардировщики, над его седеющей седой головой, и он хорошо запомнил их звук. И поэтому он, и, кстати, это бы предрешило его тогда поездку в Грузию, то, что он потом стал, ну, один из главных факторов, был кандидатом в вице-президент, а потом и вице-президентом. Он прекрасно понимает, кто такой Путин, но есть какие-то ограничения. Какие? Ну, потому что у Америки, как правильно сказал Ариэль, есть европейский театр, есть сила Америки, которая присутствует, но присутствует в недостаточном мере здесь. То есть, в чём игра Путина? Он поднимает ставки, и он всегда, конечно, если в Америку все с силой зашла, Путин не сможет ей сопротивляться. Но она считается, что думает, что Америка маркнет первой, потому что у неё много других интересов. Она же не с свет кленом не сошёлся на неё, на Украине. Америка, например, должна думать о безопасности своего стратегического союзника Тайваня. Не, ну и много чего. К примеру, да? Если, скажем, россиянам удастся что-то сделать в Украине, это будет, знаете, китайцам сигнал, что «а теперь ваша очередь попытаться за свои исторические земли повоевать». Много факторов, почему надо защищать Украину. Десант на Тайвань, да? Но в любом случае надо быть осторожнее. Я смотрел, там, сейчас активная дипломатия ведётся и министерствами, ещё раз, в первую очередь, с президентом Зеленским. Я полностью поддерживаю, что он просто сейчас пытается кричать на весь мир, что «помогите, не надо кричать». Я, если о чём-то жалею, что ещё более громко не кричал перед 2008 годом, потому что до конца никто не верил, но сейчас-то все верят, что это может быть. И президент Зеленский, я думаю, соответственно относится к этому. Тут вопрос в другом. Вот министр обороны, Таран, там, встретился с иностранными послами. Он сказал, вот, Грузия, Россия может устроить такую провокацию, как Грузия в 2008 году, но Украина не поддастся. Знаете, это очень примитивная формулировка и очень неправильная. Что значит «не поддался на провокацию»? Вот Крыму Украина не поддалась на провокацию. И что? Вы имеете в виду 2014 год? Да. А тогда говорили им, когда звонил Джон Керри, СНБО тогда управлял Украиной, там ещё не было выборов, и он им говорил, не делайте такую же ошибку, что Саакашу и не поддавайтесь на провокацию. И всё, Крым был потерян. Потом Украина с их точки зрения поддалась на провокацию, но отстояла большую часть Донбасса. Мариуполь, Славянск, Краматорск и много других мест на Донбассе. Можно, знаете ли, и Израиль вспомнить в 67-м году? Вы помните, в 67-м году американцы-израильтяне выкручивали руки и говорили, только непревентивная война. Более того. А их могли тогда стереть в порошок? Миссингер говорил, пусть они поистекают кровью, израильтяне, пусть чуть-чуть им разобьют нос. Поэтому разговор о том, что мы не поддадимся на провокацию, ну а когда что-то, когда танки заходят, когда тебя бомбят, когда что-то, знаете, не поддамся на провокацию. У меня, в моём случае, эти танки шли прямо на столицу. Оттуда, в Грузии же маленькая страна, у нас стратегической глубины нет. Поэтому надо рассчитывать все эти сценарии. Надо сейчас всем работать на полную мощь. И чем больше Украина будет готова к самому худшему сценарию, тем больше шансов, что её удастся предотвратить, и тем больше шансов, что в первую очередь Соединённые Штаты помогут. Европейцы могут заявление делать. У европейцев, я помню, когда в 2008 году Саркази прилетел ко мне, он сказал, ну что, Миша, как я могу тебе помочь? Или ты подписываешь сейчас договор и соглашаешься, практически Мюнхенский сговор был с отторжением в нашу территорию, у Европы нет солдат. Я так приехал. А Буш, что-то не готов тебе присылать солдат. И вот тогда уже, когда президент Буш и Америка, это, кстати, было двухпартийно, потому что когда прилетал Байден, и он тоже очень нажимал, и Обаму на свою сторону подтянул, тогда они использовали как раз прямую... Идея поддержки Грузии пользовалась тогда двухпартийной. Да, прямую военную, в том числе военной операции, или что-то вроде военной операции, что убедило Путина, что дальше идти нет смысла, потому что это чревато. А вот смотрите, как история повторяется, Михаил, тогда главную роль посредническую на себя пытался взять президент Саркази, сейчас, вот смотрите, там очень большую активность проявляет Макрон. Но, опять-таки, максимум, на что у французских может хватить сил, в смысле войска, они где-то в Африке могут там кого-то там посвящить. Нет, ну, понимаете, ведь там в восьмом году, да и даже там в четырнадцатом году, всё-таки в таких странах, как Франция, как Германия, как некоторые другие европейские, но прежде всего во Франции и в Германии, всё-таки в их внешней политике была очень сильна такая русофильская традиция. Да, значит... Особенно во французской дипломатии. После войны в Грузии Франция была, как будущей представителем Евросоюза, карантором соглашения из шести пунктов, которые предусматривают вывод войск из Грузии, она про это соглашение забыла, почему? Потому что она продала Руси и Россию, это как раз эти мистерали, которые потом уже не смогла до конца продать из-за Крыма. Поэтому не надо недооценивать продажность европейских стран, но, конечно, там гораздо больше понимания, что происходит. По сравнению с восьмым годом. Да, мне не понравилось, что он сказал, что надо устанавливать какие-то красные линии саташих России. Мне казалось, что их давно надо было устанавливать, а не сейчас думать об попыхах, где их устанавливают. Но, в любом случае, хорошая риторика. Мне бы хотелось, чтобы он гораздо больше, например, когда президент Зеленский вышел, то он вместе с ним был, вышел на пресс-конференцию и так далее. Но это уже вопросы такие. В любом случае, президент Зеленский правильно говорит, что их дергается со всех сторон, чтобы они проснулись и они не проспали угрозу. Угроза очевидна. Мне кажется, что, по крайней мере, в администрации президента Украины это хорошо понимают. Министерство обороны и МВД понимают. Но сейчас СБУ должно работать не с бизнесменами гоняться, чем они в основном занимаются, а заниматься тем, что в Мариуполе, в Одессе, в Харькове вот эти группы диверсионные разные, которые они обязательно будут засылать. Причем могут что-то заслать в Харьков, чтобы отвлечь внимание, потом зайти в Мариуполь или наоборот, или там с Одессы начать. То есть, на самом деле, у них, конечно, план очень четкий. Путин, в его идеальном мире, он должен взять весь восток Украины, отрезать Украину полностью на юге от моря, чем уже они занимаются, кстати, Керчевского пролива от Азовского моря, но отрезать от черноморских портов Одессины, Николаевщины и Херсонщины, и, значит, выйти на границу с Румынией. Ну, например, блокирование Керчевского пролива может привести к катастрофическим последствиям для экспорта некоторых видов стратегических. Это только репетиция того, что он хочет сделать. Он хочет, конечно же, тоже проверить реакцию на Запад, на такое малое блокирование. Это все-таки малое блокирование, если завтра перекроют южный, там, и черноморский, и Одесса, и Херсон, и полностью, и Николаев, это будет гораздо более катастрофический сценарий. И практически это будет то, о чем они говорили, концом украинских государств в их понимании. Поэтому во всех этих зонах повышенного риска надо быть крайне осторожным. Сейчас правоохранительным органам надо работать очень усиленно, очень сильно мониторинговать пятую колонну, которая там очень сильно. Я не представляю, не на уровне каких-то подпольных группировок, но прямо меров городов. Например, Труханов, это российский офицер советский. Киев очень непредусмотрительно с ним договорились в прошлом октябре, его можно было давно посадить, а он сейчас управляет Одессой, и у нас там, он завтра просто вынесет российские флаги, свою российскую униформу. А каким образом такой тип может управлять городом? Вас, наверное, говорят старые обиды. Нет, да, я очень обижен и оскорблен, что Одесса, которая является самым потрясающим городом Украины по потенциалу, управляет просто паханый российский офицер, представитель пятой колонны с подачи Киева. А что представители пятой колонны могут, скажем, выступить в роли вот этих самых провокаторов? Нет, ну конечно, измените. Скажем, инсценировка каких-то нападений, знаете, как Гляевец 2.0, да? Да, конечно. Или как-нибудь взрывы московских домов 99-го года. Вы помните, Кернес перед тем, как, до того, как понял, что уже все, российский поезд не туда не зашел, но перефарбовался, а это он был уже тоже готов встречать. И когда меня просто оскорбляют, вы про Одессу говорили, а что не оскорбляют, что оказалось, что половину харьковского имущества он переоформил на свою семью, ну а ему памятник ставят там. Это мне просто, я вообще не понимаю, у меня когнитивный диссонанс. Человек, вот сейчас оказалось, что половину харьковского госимущества, которое принадлежит каждому харьковчанину, он просто нагло украл, давай ему памятник ставить. Молодец, какой молодец. У меня у всех хитрее у всех оказался. Но с собой не заберешь на тот свет, конечно, это, но семье оставил, государственные имущества. То же самое происходит в Одессе, то же самое происходит во многих других местах юга и востока Украины. Кстати, в Мариуполе как раз по всем моим информациям нормальный мир проукраинский, много чего хорошего делается. Я бы хотел, чтобы в Одессе... Ну нет, вот я, например, познакомился недавно с мэром Житомира, который на меня произвел очень приятное впечатление. Ну, Житомир это не самая главная точка удара. Я понимаю, но тоже бывший офицер русский. Да, не самая точка, ну, я не знаю, но я говорю о том, о чем знаю. И поэтому удар может быть и с севера, с белорусской стороны, и с востока, и с юга, куда ни посмотришь. Позвольте последний вопрос. Все-таки, что вы думаете о эффективности американских европейских санкций? Есть ли, на ваш взгляд, необходимость, и понятно, что для этого нужна политическая воля, но теоретически, возможно, ввести значительно более жесткие санкции? Американцы какие-то серьезные вещи уже сделали. Например, флаг, этот флаг, киберфлаг, который они делают, вы знаете, что это на самом деле, это создание кибернато, виртуального НАТО, и более того, украинские айтишники смогут на этом заработать миллиарды и миллиарды долларов, потому что это предусматривает практически вступать в Америку, у вас с Америкой, сидя в Киеве, во Львове, в Одессе, в Харькове, такие же отношения, как граждане, кроме того, что у них не будет права выбирать президента или что-то, но они могут просто быть полноправными работниками, работодателями американской и вообще западной экономики благодаря вот этому киберфлагу. Это, во-первых, с точки зрения безопасности очень важно, а с другой стороны, это очень важно с точки зрения заработка украинцев. И мне кажется, что есть эта ситуация, которая очень опасна, она тоже возможности предоставляет, просто надо уметь ими пользоваться, а для этого нужно, чтобы правительство просто собрало себя какие-то организации ресурсов, я не очень большое представление о целом, о правительстве Украины, есть приятные исключения среди министров, и как-то в этом направлении поработать, и даже использовать ситуацию в облако. Ну хорошо, совсем последний вопрос, и я вас отпущу. Смотрите, в 2008 году на саммите НАТО Грузии и Украине отказали в плане действий по членству в Североатлантическом агенции, ПДЧ. Понятно, что это было сделано под давлением России, и понятно, что это было прежде всего из позиции Германии и Франции. Как вы думаете, к этому можно вернуться? Я думаю, что сейчас... Это всё зависит, конечно, от того, что сможет сделать Байден. Я не думаю, что президенту Байдену в начале его администрации, это начало его администрации, европейцы смогут отказать. Тогда это был конец администрации Буша, и хромая утка. Президент не имел таких речев, как новая администрация, которая ещё с европейцем хочет развивать хорошие отношения. Поэтому сейчас уже ключ в Вашингтоне. И мне кажется, что я всё-таки с оптимизмом отношусь к Байдену, потому что знаю его с 96-го года, знаю его настроение. Его лучшим другом был мой лучший друг Джон Маккейн, который был лучшим специалистом по России и астребом. А Байден не очень близок к нему, по своим взглядам. И поэтому в этом смысле я не сомневаюсь, что если у него будет окно возможностей, он не будет стесняться их это использовать. Ну что ж, я благодарю вас, Михаил Николаевич. Я напомню, у нас в студии, в прямом эфире, и на мои вопросы отвечал Михаил Саакашвили. Единственный в мире политик, который вот в период пребывания своего на посту президента Грузии имел удовольствие, в кавычках, открытой войны с Россией. Не дай Бог, такое удовольствие для президента Зеленского или для любого из нас опять. Это точно.